Вот уже надо было скоро открывать. Через три дня все должно быть готово. А сквер, который тоже мы должны были сделать, еще не был готов. Ну и благоустройство еще у обелиска мы не навели. Церемония открытия обелиска Победы в Заречном состоялась точно в срок. Комсомольские активисты организовали большой субботник и привели территорию вокруг мемориала в порядок. О том, как строился закрытый город под Пензой, вспоминает почетный гражданин Александр Киреев. По его словам, комсомольцы принимали активное участие во всех сферах жизни тогда еще юного города. У комсомольцев того времени появилась идея залить каток. Стадион у нас еще не было, но снег хорошо упал на будущий стадион. Разровняли все это дело и взялись за то, чтобы залить этот каток. Но залить надо таким порядком. Для заливки времени требовалось примерно два часа заливать, не останавливаясь. Иначе все, так сказать, на шланге замерзнут. В итоге был создан график посменной работы. Каток залили за два дня. Это интервью Александр Павлович дал не случайно. Его воспоминания войдут в фильм, который госкорпорация «Росатом» готовит к столетней годовщине образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В нем комсомольские активисты из атомных городов расскажут о своей работе и о том, что они всегда находились на переднем краю, первыми узнавали все новое, активно реагировали на изменения в молодежной среде. Если появились рокеры, первые ребята, которые гоняли на мотоциклах и беспокоили и население, и ГАИ, то мы нашли с ними контакт, переговорили. И первые организовали соревнования по мотоспорту вот здесь, на центральной площади города. Так комсомольцам удалось найти компромисс между представителями новой субкультуры и остальными жителями города. Активисты принимали участие и были организаторами различных мероприятий, от творческих фестивалей и спортивных состязаний до молодежно-жилищного строительства. Члены ВЛКСМ сохранили приятные и светлые воспоминания о тех временах. Я лично в комсомоле встретился со своей супругой. Образовалась семья, опять же. Ну и еще раз скажу, это, конечно, хорошая возможность была для меня научиться очень многому. Тому, что, наверное, может быть, вряд ли где-то я так быстро мог бы научиться вот этим основным моментам, связанным и с управлением, и с организацией, особенно с организацией разных дел. Сейчас идет сбор видеоматериалов для корпоративного фильма. Он продлится до конца августа.